Утро на Болткоме Доброе утро! Продолжается Утро на Болткоме. С вами Александр Шунин-Абикелкин. И у нас первый гость, как и было обещано, это Каспар Закулис, директор Латвия с залей с пункцией. И обсуждать мы будем инициативу, которая называется «Март. Месяц сортировки текстиля». И оказывается, это вредные вещи мы на себе носим, Абик. Все эти рубашки, майки, брюки и прочее. Но поскольку ничего другого сейчас купить нельзя, пока не верили по интернету, да? Ну, это одна проблема. Есть и обратная. Ты предлагай все это сбросить. Ну, это не я, это господин Закулис со товарищей предлагает. Потому что, например, в шкафу среднестатистического европейца посчитали, каждый третий предмет одежды совершенно не нужен. То есть, либо он не носит, либо он почему-то там валяется. И вот Латвия с залей с пункцией предлагает сортировать текстильные вот эти вот всякие вещи. Каспар, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, в чем проблема-то в лишней маечке или неправильно выброшенной? Вот надоело мне, например, затаскал там, использовал уже как, не знаю, половую тряпку, а потом вместе с прочим мусором вынес куда-то в контейнер. Оказывается, земля от этого страдает? Да, страдает. Потому что вы уже правильно сказали, что вы носите на себя маечку, а эта маечка оказывается немножко вредная, потому что, когда производится эта маечка, там используется свыше 3,5 тысячи разных химических веществ, и 750 из них оказываются вредны для здоровья человеку. Да, так и получается, да. И если вы эту маечку, если она была сделана из синтетики, оставляете там в полигоне или, ну, не дай бог, в лесу, когда нужно где-то примерно 200 лет, чтобы потом этой маечки уже больше не было, чтобы она разлагалась. И потому мы призываем людей, призываем людей, ну, надо думать сначала, что у нас в шкафу, что мы покупаем, и главное, что мы делаем потом с этими отходами по текстиле. То есть, как вы сказали, да, вопрос? Если я правильно понимаю, проблему можно разделить на две части. Это разумное потребление, то есть не покупать больше, чем тебе требуется. И второе – разумная утилизация. Не выкидывать абы как, абы куда, а именно какие-то, ну, специальные контейнеры, например, или пункты сбора. Начнем мы с первого пункта – разумное потребление. Да, с первого пункта, да, начнем. Да, потому что если мы будем обращать внимание только на сбор и утилизацию, тогда мы не будем снимать главную причину, потому что маечки-то будут все время выбрасывать в шкафу. Согласитесь, да, согласитесь, в условиях современности, в пандемии, когда закрыты магазины, особо-то лишнюю маечку и не купишь. Ну, конечно, по интернету можно, но объемы торговли, они сильно упали. Ну, это как посмотреть, потому что я думаю, что люди сейчас не едут никуда, много сидят дома, есть время искать в интернете разные информации. Я думаю, что купля в интернете, она не уменьшилась. То есть люди не ходят в торговые центры, это правильно, это я согласен. Но это все можно заказать же через интернет. И иногда покупаешь, а когда идешь в магазин, примерил, не понравилось. А в интернете посмотрел, вроде бы цвет есть, размер есть, купил, а потом оказывается не того размера или не того цвета оказывается. Ну, большинство интернет-магазинов предлагают опцию вернуть, обменять, ну, либо деньги тебе возвращают, либо меняют на другой размер, на другой цвет. Да, ну, не всегда все это используют. Купил, раскупил, ну, попался, не попался. И так вот у тебя закапливается, да? Мы сначала призываем людей, пожалуйста, рассматривайте, нужно ли вам это точно купить, эту маечку. Или другое дело, это называется быстрая мода. Когда маечка очень-очень дешевая, значит, когда эту маечку производили, используются очень, ну, скажем, дешевые исходные материалы. И, значит, три раза постирал эту маечку, и она будет смотреться, ну, вот никак не будет смотреться. Я думаю, что очень быстро расстанетесь с этой маечкой. Если вы купили немножко дороже маечку, тогда есть возможность, что она будет служить дольше. Вы, наверное, обратили внимание, что, ну, по крайней мере, до пандемии это было очень распространено. С одной стороны, это надо даже приветствовать, когда люди, вот ту маечку, которая произносилась, или не тот размер, или вот детские вещи, вот вырос уже ребенок, да, собирается в какой-то мешок, да, такой, и возится в торговый центр, где вот эти вот контейнеры типа на благотворительность, да. И одно время я видел возле больших вот этих торговых центров, эти контейнеры, они были забиты доверху. И тоже создавалось такое ощущение, что люди, конечно, молодцы, что они хотят, вроде, помочь обездоленным, да, или там малоимущим, но такое ощущение, что они использовали вот эти вот уже контейнеры вместо, простите, вот, ну, вот мусора, да. Было столько вот этих вот пакетов, что там привозили, и сами вот эти работники этих благотворительных организаций, они ужасались вот от этого объема, то есть там фактически все, что вообще все выносилось из дома. В том-то и дело, да, и более того, эти работники благотворительных различных фондов даже обращались с призывами все-таки задуматься о том, что жертвуют, чтобы не превращали... Что, по крайней мере, грязные вещи, чтобы не... Да, 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 чтобы не превращали мусорники. Что вы по этому поводу думаете, Каспо? Да, это уже вторая часть вопроса, что с этим делать. Начнем с того, что Евросоюз сказал, что в 25-м году должна быть сделана система по сбору текстилей. Ну, не только текстилей, а то есть одежда, обувь и домашние стили. 25-й год. Мы считаем, что это можно сделать раньше, то есть уже в 23-м году. Это расписано и в государственном плане по хозяйствованию отходов, что с 23-го года будет у нас... Мы должны сделать систему. То, что вы видите сейчас... Сейчас, да, есть контейнеры, которые расставляют организации благотворительности, но и есть контейнеры, которые расставляют латвийская зеленая точка вместе с компанией по сбору мусора Эква Балтия Виде. Мы начали в 2019-м году как пилотный проект, то есть расставили сначала 20 контейнеров, потом присоединилась с земель Виде, Мезао, свои 20 площадок по сортировке мусора, тоже участвовали в этом плане. И тогда дальше еще 20 контейнеров. Сейчас уже есть возможность в Риге, в окраинах, в Риге людям сдавать эти текстильные отходы. И правильно сказать, что там было набыто, ну очень много было, потому что это показывает, что люди готовы приносить и отдавать то, что им не нужно. Мы делали опрос два года назад, в 2019 году, и в этом году в феврале делали опрос. Участвовало более 700 людей в возрасте от 18 до 64 года. И спрашивали, какие у них привычки и что они думают на счет текстильных отходов. То, что люди знают лучше, что можно сдавать, это возросло на 7%. С 40 до 47% люди знают, да, есть возможности, нужно сдавать. И также на счет, я смотрю, что у нас еще за даты есть. Да, и те люди, которые считают, что контейнеры слишком далеко и труднодоступны. Да, это сейчас было 37, в 2019 году было 30. Ну, это одно дело, когда нужно говорить, что я хочу сортировать, а другое дело, когда уже нужно реально идти к этому контейнеру и нести этот, ну, поиск ненужной текстилью. Ну, если не ошибаюсь, во-первых, я напомню, мы разговариваем с директором Латвии Заля из пункта Каспар Закулис. Речь идет о том, что март в Латвии объявлен месяцем сбора и сортировки текстиля, и господин Закулис и товарищи призывают менять привычки и сдавать ненужные вещи на утилизацию, сдавать правильно. И вот об этой утилизации мой вопрос. На данный момент, если не ошибаюсь, по всей Латвии только 60 специальных контейнеров. То есть нужно собраться с силами и дойти, добраться до этой правильной точки. Ну, не будем скрывать, большинству все равно будет пока что лень направляться, и легче оставить где-то, в лучшем случае, во дворе в общем мусорнике, в худшем случае в лес во время прогулки, просто выкинуть и все. Два вопроса в этой связи. Планируется ли расширить сеть этих специальных контейнеров? И второе, какую образовательную работу вы планируете проводить в обществе? Да, я уже сказал, что 2023 год это будет обязательным образом. То, что сейчас творится, то есть то, что мы делаем, это чисто благотворительность. Да, потому что это стоит деньги, поставить этот контейнер. Чтобы начинать, мы тщательно изучили французский пример. Французы, Франции уже эта система работает свыше 10 лет, они собирают обратно 37% от той одежды и обуви, то, что они продали на местном рынке. Это уже факт, и они собираются дойти до 50%. Как это организовано? Это организовано таким образом, что, ну, то есть, если мы приводим примерно Латвии, это будет где-то 1500 контейнеров по всей территории Латвии. Ну, это, я думаю, что уже будет, ну, скажем так, довольно доступно людям не только в Виге, но и в других городах и территориях Латвии. Но это будет после 2023 года, после 1 января, когда это уже вступит в силу. Это будет уже закон, который будет обязывать эту систему сделать, и там уже будет ответственнее, и кто этим будет заниматься. Хорошо. Французский пример прекрасен, но что происходит с этой условной маечкой после того, как она оказывается даже в правильном контейнере? Она действительно утилизируется, то есть уничтожается, либо, например, она превращается в товар секонд-хенд и появляется где-то, не знаю, в условном Буркино-Фасо. Ну, точно так же, как и с Францией, например, могут контейнерами к нам везти эти чьи-то БУ-майки, и они появляются потом либо в сети Хумана, либо в других магазинах секонд-хенд. Да. То, что мы делали, помните, насчет пилотного проекта в 2019 году, было собрано до сих пор 200 тонн текстилей, обуви и разных там домашних текстильных изделий. Мы сортировали это на 30 позиций, там женская, мужская, детская, там зимняя, летняя одежда, чтобы получить, скажем так, данные, что люди приносят, приносят в эти контейнеры уже, и тогда дальше думать, что с этим можно делать. Как вы правильно сказали, какая-то часть из собранного в очень хорошем состоянии, у нас было даже, женщина звонила и сказала, я хочу там поставить очень чистую, хорошую одежду, я боюсь, что будет испачкана с другими там одеждами, ну, поставьте пылечек, и тогда она не испачкается. Ну, да, первое, это то, что можно носить еще раз. Второе, это то, что можно перерабатывать в ткань, ну, скажем так, в новую ткань. Третья часть, это которую можно уже, ну, мы не будем носить, но кто-то где-то в странах третьего мира готов это носить, и, то есть, не столько денег, там, может быть, туфли, может быть, она синяя, другая красная, ну, не такого большого, ну, такие, не такие большие требования, и, конечно, эти технические изделия, то, что можно сделать из, там, например, тряпочки, ну, вот, автосервисах, там нужно где-то масло испачкать, да, взял тряпочку и почистил, так что возможности есть. Да, вот такой, может быть, традиционный вопрос о планах, вот, март, как мы знаем, вот месяц болотек стиля, что дальше в ваших планах, впереди еще, надеюсь, настоящая весна, потом лето, что вы еще дальше планируете? Ну, мы сейчас до 2023 года очень большими шагами не будем развиваться, потому что это стоит денег, и пока нет регулировки со стороны государства, то есть, в плане нормативной карты, да, когда это будет там, где есть, это будет доступно, ну, может быть, ну, некоторые контейнеры еще поставим. Ну, мы хотели, чтобы было с 2022 года, но, к сожалению, не получилось. Да, вот, может быть, еще в догонку, я помню, когда вы несколько месяцев назад еще, по-моему, даже приходили к нам в студию, еще была такая возможность, мы говорили, что, наверное, такой бич, если так можно сказать, от ходов, скоро станут маски, поскольку это стала совершенно необходимая часть, скажем так, вообще нашей жизни, аксессуаров без маски сейчас практически никуда. Ну, сейчас мы все можем наблюдать, что эти маски, но, к сожалению, они валяются всюду, где только можно. Может быть, есть какая-то необходимость тоже призвать население все-таки, ну, подумать о том, как утилизировать вот эти одноразовые, мы же в основном об одноразовых масках сейчас говорим. Ну, я пока еще не слышал о таком уникальном виде утилизации, так что единственный вид, ну, конечно, нужно смотреть в сторону, скажем так, гигиени, да, ну, нельзя, конечно, эту маску одевать или продавать там по второму разу. Это, я вижу, как это получить тепловую энергию, то есть сжигание, то есть сжигание, и чтобы там никакие ни бактерии не были нигде, там перерабатывать, это, я думаю, что нет возможности, и не нужно это делать. Хорошо, спасибо большое, Каспар Закулис, за рассказ. С нами был директор Латвии Заляй Спункс. Мы говорили о том, что март объявлен месяцем сбора и сортировки текстиля, оказывается, достаточно вредная вещь на производство условной маечки, может уходить в производстве, использоваться до трех с половиной тысяч химических соединений, из которых почти тысяча оказывается вредная для здоровья, а пятьсот для природы, плюс синтетические изделия разлагаются 200 лет, и Каспар Закулис и товарищи призывают, во-первых, к разумному потреблению, то есть не покупать лишние вещи, во-вторых, разумно утилизировать, не лениться и отвозить в специальные сборы, специальные контейнеры по сбору текстильных изделий, конкретные адреса их расположения, всего таких контейнеров 60 по всей стране, они есть в Риге, Саласпилсе, Вадеже, Пинка, Хогре, Видземы во многих местах, конкретные места означены на интерактивной карте на домашней странице Латвия, Заля, Спункс, так что будем более бережно относиться к своему здоровью и к природе. Огромное спасибо еще раз, Каспар, и удачи в борьбе с текстильным мусором. Спасибо, до свидания. Оказывается, да, Абик, какая проблема-то на ровном месте. Вот я честно, я до сегодняшнего утра не задумывался о том, что простая майка может быть настолько вредна, и, в общем-то, стратегический ресурс, а стратегический какой ресурс, оказывается, использованная маска, сжигаешь ее, даешь тепловую энергию. Да, ну, у нас скоро будет небольшая пауза, потом еще стратегический ресурс, это наши новости, ну, и после этого не менее стратегические продолжения «Утро на Болткоме». Сразу несколько тем у нас тоже заявлено, так что не переключайтесь и активно участвуйте в наших эфире.